Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Павлов, тренер и эксперт по Microsoft Office, MVP по Excel, автор проекта PlanetaExcel.ru, надстройки Plex, кучей полезных макросов и нескольких книг и онлайн-курсов по этой теме. В этом видео мы разберемся с тем, как в Microsoft Excel можно посчитать нарастающие итоги, или running totals в английской версии. Это способ вычисления итогов, когда к текущему значению прибавляются все предыдущие. То есть для первой строчки с данными нарастающий итог равен самим данным, во второй строке идет суммирование первого и второго значения, в третьей строке первого, второго, третьего и так далее по нарастающей. Так что получается такой снежный ком, который на последней строке становится, как вы понимаете, равным общему итогу, то есть сумме всех данных в нашей таблице. Решить эту задачу у Microsoft Excel можно кучей разных способов, но я хотел бы подробно разобрать три. И это формулы, самый простой вариант, сводные таблицы, чуть посложнее, но гораздо более красивые и гибкие. И самый, ну, относительно сложный, неочевидный, это запрос Power Query, который мы с вами заодно еще и буферизуем для того, чтобы получить ускорение почти в 70 раз. Так что смотрите до конца, чтобы не упустить все плюшки. Поехали! Начнем для разогрева с наиболее простого варианта – формул. Если мы имеем на входе вот такую вот таблицу с заказами, то сначала нужно ее отсортировать по дате. Установим активную ячейку в столбец даты и на вкладке данные используем кнопку сортировки от А до Я. А после этого для расчета нарастающего итога в отдельном столбце нам потребуется простая формула. Используем функцию суммирования, у которой в качестве аргумента укажем вот такой диапазон – C2, 2, C2. Однако ссылку на начало диапазона мы зафиксируем, нажав на клавишу F4, добавив доллары. И таким образом при копировании этой формулы вниз на весь столбец, начало диапазона у нас будет оставаться на месте, а вот конец диапазона будет все время сползать вниз. И мы получим автоматически растягивающийся диапазон, сумму которого и считаем. Жмем на Enter, тянем нашу формулу вниз на весь столбец и получаем нарастающий итог, который нам и был нужен. В плюсах у такого способа очевидна простота, ну а минусы в том, что нам нужно заботиться о том, чтобы таблица заранее была отсортирована по дате, ну и при добавлении новых данных в конец таблицы формулу руками придется допротягивать. Несмертельно, но неприятно, поэтому давайте перейдем ко второму способу – сводным таблицам. Этот способ чуть сложнее, но гораздо приятнее. Причем для усугубления давайте рассмотрим сразу задачку посерьезнее. Таблицу из 2000 строк с данными, где по столбцу даты нет сортировки, зато есть повторы. То есть мы можем несколько раз продать в один и тот же день. Для удобства конвертируем нашу таблицу в динамическую, умную, сочетанием клавиш Ctrl-T, либо используя команду форматировать как таблицу на главной вкладке. Теперь строим по ней сводную. На вкладке «Вставка» используем кнопку «Сводная таблица». В качестве источника данных выступает наша умная таблица 1, а поместим мы нашу сводную, но давайте на существующий лист рядышком, начиная с ячейки F1. Жмем на «Ок» и в появившейся справа панели полей сводной таблицы закидываем дату заказа в область строк, а количество проданных товаров в область значений. Обратите внимание, что если у вас не совсем старая версия Excel, то даты должны автоматически сгруппироваться по годам, кварталам внутри лет и месяцам внутри кварталов. Если вам нужна другая группировка или она вообще не нужна, то все это можно исправить, щелкнув правой кнопкой мышки в любую дату и выбрав команды «Группировать» и «Разгруппировать» соответственно. Так, например, если мы хотим видеть только месяцы, то можно выбрать группировку и задать только их в качестве шага. Нажмем на «Ок» и получим, как и хотели, месяцы и количество проданных товаров. Теперь, чтобы получить нарастающий итог в отдельном, предположим, столбце нашей сводной таблицы, делаем следующее. Кидаем поле «Продано» еще раз в область значений, чтобы получить дубликат столбца, а затем, щелкнув по этому дубликату правой кнопкой мышки, выбираем команду «Дополнительное вычисление» и далее «С нарастающим итогом в поле». В открытом окне нужно выбрать, по какому базовому полю у нас должен набираться итог. Ну, в данном случае здесь есть только дата. Жмем на «Ок» и получаем то, что хотели. Нарастающий итог по месяцам. Также легко, при необходимости, можно добавить и столбец с нарастающим итогом в процентах. Для этого еще раз, третий уже по счету. Поле «Продано» закидываем в область значений, а затем щелкаем правой кнопкой мышки по нашему получившемуся столбцу и выбираем там же в группе «Дополнительное вычисление» команду «Процент от суммы» с нарастающим итогом в поле. Базовым полем выбираем все ту же дату, жмем «Ок» и получаем нарастающий итог, но уже в процентах. Заголовки столбцов же в получившейся сводной таблице можно переименовать совершенно спокойно, дав им более понятные имена. В плюсах у такого подхода в то, что не нужно вводить вручную никаких формул, быстро считается большой объем данных, ну а при изменении исходных данных достаточно будет просто обновить сводную таблицу, щелкнув по ней правой кнопкой мышки и выбрав команду «Обновить» или на вкладке «Данные» выбрав команду «Обновить все». Минусы же вытекают из того, что это сводная, а значит вытворять в ней все, что только вздумается, вставлять строки, столбцы, писать формулы, строить любые диаграммы, к сожалению, уже не получится. То есть мы ограничены функционалом сводных таблиц. Поэтому в качестве альтернативы давайте рассмотрим и третий вариант – запрос Power Query. Выделив любую ячейку в нашей умной таблице с сходными данными, пойдем на вкладку «Данные» и воспользуемся кнопкой «С листа». В старых версиях она называлась «Из таблицы диапазона». Поверх окна Microsoft Excel открывается окошко редактора Power Query, куда и загружаются наши данные. Здесь их при необходимости можно довести до ума и как-то трансформировать, но в данном случае это не требуется, разве что для столбца с датой я бы, конечно, поменял формат на только дату без времени, потому что здесь его у нас просто нет. Затем делаем следующее. Во-первых, сортируем таблицу по возрастанию дат. Разворачиваем в шапке таблицы выпадающий список автофильтра и используем знакомую команду «Сортировка по возрастанию». Во-вторых, чуть позже для вычисления нарастающего итога нам потребуется столбец с порядковым номером строки. То есть имитация вот этой вот нумерации, но как столбца в таблице. В Power Query такую штуку легко реализовать добавлением столбца индекса. На выбор есть несколько вариантов нумерации, но нам вполне сойдет нумерация от единицы. Ну и, наконец, третье и самое важное. Сейчас мы будем писать формулу для вычисления нарастающего итога, и в этой формуле, как вы понимаете, будем ссылаться на столбец «продано». В терминах Power Query строки называются записями «records», а столбцы — списками «list». И вот чтобы получить ссылку на нужный нам столбец «продано» в нашей таблице, давайте щелкнем по шапке этого столбца правой кнопкой мышки и выберем команду «детализация». Вместо исходной двумерной таблицы мы получим только нужный нам столбец «список». И вот обратите внимание, как в строке формул сейчас выглядит ссылка. Сначала в ней идет название предыдущего шага, добавлен индекс, с которого мы берем таблицу, а затем в квадратных скобках имя столбца, который мы хотим из этой таблицы извлечь. «Продано». И именно вот эта формулировка нам для формулы вычисления нарастающего итога и будет нужна. Поэтому давайте мы ее сейчас выделим и Ctrl-C скопируем в буфер. После этого шаг «продано» можно удалить, он нам больше не нужен. И уже можно добавлять столбец с формулой вычисления нарастающего итога. Для этого идем на вкладку «добавление столбца» и используем кнопку «настраиваемый столбец». Назовем его «нарастающий итог». А в качестве формулы после знака «равно» ну давайте пока для начала Ctrl-V вставим из буфера скопированное выражение, которое представляет из себя ссылку на столбец. Если вот сейчас пока нажать на «Ок» и посмотреть, что получится. В каждой ячейке добавленного столбца у нас с вами лежит список. Смотрите, вот в нижней части хорошо видно его содержимое с одними и теми же элементами, данными из нашей исходной таблицы из столбца «продано». Нам из этого столбца списка нужно брать не все содержимое, а только отдельные элементы. В первой ячейке брать первый элемент, во второй ячейке первых два элемента, в третьей строке нужно брать первых три элемента списка и так далее. И вот для этого нам как раз пригодится специальная функция, которая есть во встроенном в Power Query языке M. Эта функция называется «List.Range». Она умеет из исходного списка извлекать фрагмент. И у нее три аргумента. Список, с которым мы работаем. Начальная позиция, то есть порядковый номер элемента, число, начиная с которого мы выдергиваем фрагмент. И третий аргумент – количество элементов, которые нужно извлечь. Давайте вернемся к нашей формуле, используя значок шестеренки справа от шага добавления вычисляемого столбца. И допишем эту функцию к нашей формуле. Первым аргументом, как я и сказал, будет наш список. Вторым аргументом через запятую – начальная точка. В Power Query списки нумеруются с нуля, поэтому ноль, если мы хотим начать с первого элемента. И через запятую – третий аргумент – количество элементов, которые мы хотим извлечь. А в нашем случае это количество как раз и равно индексу. Смотрите, ведь для первой ячейки мы хотим извлечь только один элемент, для второй ячейки мы хотим извлечь два элемента, для третьей ячейки – три и так далее. То есть количество извлекаемых элементов – это и есть индекс, который мы заботливо добавили на предыдущем шаге. Вот он нам и пригодился. Закрываем круглую скобку от функции ListRange, нажимаем на ОК, смотрим, что теперь получилось. То есть в первой ячейке в списке всего один элемент, во второй уже два, в третьей – три, в четвертой – четыре, ну и так далее, как вы понимаете, до конца. Осталось только просуммировать каждый из таких списков. А для этого нам пригодится еще одна, на этот раз уже гораздо более простая, функция List.Sum. Еще разочек нажмем на шестеренку, чтобы вернуться к формуле, и завернем всю нашу конструкцию в функцию List.Sum. Не забываем закрыть еще одну скобку на конце, жмем на ОК. И, собственно, все, наш результат готов. Осталось настроить тип данных, в данном случае это целые числа у нас, и столбец индекса после этого можно уже благополучно удалять, он нам больше не нужен. Осталось дать нашему запросу имя, ну, например, «Итоги», и выгрузить его обратно в Excel на новый лист. Для этого на главной вкладке используем кнопку «Закрыть» и «Загрузить». Пошла загрузка. Ага, дождались. И вот наш результат. Исходная таблица с добавленным топцом нарастающего итога. В принципе, все неплохо, но меня вот смущает сейчас только один момент. Скорость. Всего 2000 строк в исходных данных, а уже пришлось ждать несколько секунд. А что, если будет больше, чем 2000 строк? Вот нет ли способа как-то ускорить запрос? На самом деле, конечно, есть. Давайте для сравнения скорости я оставлю этот исходный запрос и сделаю его дубликат, щелкнув правой кнопкой мышки по запросу в панели запроса подключения и выбрав команду «Дублировать». Мы, как видите, вернулись в Power Query, где получили копию исходного запроса «Итоги 2». Теперь здесь, на главной вкладке, переключимся в расширенный редактор. Окно, в котором виден исходный M-код нашего запроса. Если внимательно посмотреть на этот код, то можно увидеть одно слабое, а точнее узкое место. На шаге добавления пользовательского объекта, когда мы, помните, добавляли формулу для вычисления нарастающего итога, у нас фигурирует та самая ссылка на столбец «Продано». С предыдущего шага добавлен индекс, который мы, помните, копировали из строки формул. То есть для выполнения вычислений Power Query для каждой строки из 2000 строк в нашей таблице вынужден каждый раз обращаться к этому списку. То есть находить шаг добавлен индекс и извлекать из него столбец «Продано». Эта процедура, на самом деле, совсем не быстрая. И для ускорения ссылку на вот этот вот столбец «Продано» в таблице добавлен индекс можно буферизовать. То есть извлечь один раз, загрузить в оперативную память и заставить впоследствии Power Query обращаться уже к этим загруженным данным, не извлекая каждый раз столбец из таблицы, что требует много ресурсов. Для этого копируем Ctrl-C еще разочек наше выражение с ссылки на столбец и перед этим добавляем еще один шажок, неважно как его назвать, ну, например, MyList, где используем функцию list.buffer, которая умеет буферизовать список, который мы подсунем ей в качестве аргумента. А это Ctrl-V, тот самый список, представляющий из себя ссылку на столбец «Продано» и из таблицы «С шага добавлен индекс». Не забываем в конце добавить запятую, которая требуется по синтаксису Power Query после каждой строки запроса, кроме последней. Ну и теперь, естественно, все упоминания нашего списка заменяем на его буферизованную версию. Жмем на «Готово» и пробуем, как это работает. Давайте вернемся обратно в Excel. И, как видите, скорость обновления практически мгновенная. Ну-ка, попробуем еще раз. Правой кнопкой мышки «Обновить». Ну, как видите, около секунды. Гораздо лучше. Правда? Так что теперь в вашем распоряжении есть аж целых три способа посчитать нарастающие итоги в Excel. При помощи формул, сводных таблиц или при помощи буферизованного турбозапроса Power Query. Как обычно, в описании под этим видео вы найдете ссылку на текстовый вариант этого материала и файл «Пример» со всеми приведенными формулами и запросами, которые можно скачать и попробовать повторить все перечисленное самостоятельно. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрели. Берегите себя и возвращайтесь сюда за новые порции фишек. Самое интересное – все еще впереди. Ведь когда знаешь – все просто. Редактор субтитров А.Семкин